Движемся в сторону Фислы, Чантория. Жоры уже проехали. Вот никогда не знаю, как начинать. Видео. Надо же, наверное, здороваться, да, Костя? Как ты думаешь? Чего ты выражаешься? Я же снимаю. Многие говорят там всякие приветствия. Я не могу так, не знаю, такая дикая. Не могу здороваться с виртуальными зрителями. Могу только одно сказать, что сегодня суббота, 25 января. Татьянин день. Всех Татьян. Поздравляю с праздником. Едем. На Вислу тоже хорошая дорога. Ее недавно починили, что ли, новую делали, да? Вот покрытие какое. Машин то много, а то вообще нету. Да, покрытие, по-моему, много дороги. Мы несколько лет назад ездили в Вислу. Но это давно было, лет пять назад. Ну что, Костя, тебе нравится дорога? Нет. Почему? Нет, наедем. Ну да, здесь ограничители скорости стоят. Но очень многие машины нарушают скорость правила дорожного движения. Но мы не такие порядочные. Нас один раз оштрафовали, и больше уже все. Мы уже ученые. Как деревья тут поваленные. Местность уже такая пошла. Волнистая. Холнистая. Еще никаких гор нет. Едем, едем, едем. Недалекие края. Сегодня такая какая-то дымка. Горы вот там. Но совсем практически не видно. Сколько можно? 65 километров отъехали? Да. Так, впереди. Но через экран ничего не видно. Вот эта дымка, это что? Это туман, смог. Что это? Костя, почему не видно? Не знаю. Прижим, подъезд. Нет, ну да, если бы был бы сейчас день, например, солнечный, то хорошо бы, ну, все видно. Так нифига не видно. Очень много вот машин обратно едет, хотя сегодня суббот. 70. И вот это ограничение скорости. Не получаешь удовольствие от быстрой езды на нашем испанском, хишпанском мустанке. Вот тут уже снег есть. Да нигде нет снега, Костя. Что это? Вообще снега нет. Ну что вот за зима за такая? Хоть бы немножечко, чайную ложечку. Да, хорошо вот такой местности. А выйти, когда на пенсию, купить домик, да? Вот ты бы хотел бы вот тут жить. Здесь, но не в Карконошке. Домик в горах. Горки начались все. Можно назад ехать. И жить. Нужно ехать назад. Чтобы уехать из этого города. Вот тут везде вот эти вот вдоль дорог щиты стоят. Которые шумопоглощающие. Конечно, это очень хорошая вещь для тех, кто живет. Но пейзаж портит. Вообще, вообще снега нет. Вот там вот все в горах. Малыча Тория. В 75 километрах от Годовицы. Вечереет. Да, если кто любит кататься на лыжах, конечно, надо, наверное, ехать в сторону Закопана. Там тоже, наверное, точно есть снег. Нет, все-таки немного вот есть. Заедем, да? Да посмотрим. Тут, да? Ну, я не знаю. А, поймем. Или здесь. Мы когда-то здесь же останавливались. Смотри. А, ну вот. Так, на лыжи катаются. Так что, любители лыж, вот, хорошее место тоже недалеко от катались. Пожалуйста. Малыча Тория. Ну, вообще, конечно, не зимний пейзаж. А любители лыж, наверное, должны ехать куда? В Австрию, в Швейцарию? Где там снежные курорты? Где-то вот мы здесь тогда останавливались. Ну, мы проехали уже. Нет, а там, где была эта дорога. Заезжали сейчас в Лиду. Ну, так. Кое-что посмотреть надо было. Такой тут небольшой. Пятачук. Со всякими магазинами. Да, красивая, конечно, местность. Но весной и летом здесь красивее. Зимой, ну, зимние виды отдыха. Для тех, кто там любит. А мы не относимся к лыжникам. Так, Костя? Да. Не относимся. Мы не любим активные виды отдыха. Ну, в общем, место хорошее, конечно. И совсем недалеко от Катавиц. Уструнь, Висла, Чантория. Хорошие места. Продолжение следует... Продолжение следует...